14 октября верующие отмечали праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Православная Церковь встречает Покров почти так же торжественно, как двунадесятые праздники. В храмах проходит служба, а верующие собираются на литургию. Они молятся и ставят свечи, прося у Божьей Матери благословения. Православные христиане вспоминают, что Дева Мария охраняет их своими молитвами и помогает уберечь от разных бед, нашествий и войн разрушительных последствий. Полное название праздника – Святой Покров Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы. Точной даты и истории появления праздника нет. Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что события произошли 1 октября – это 14 октября по новому стилю – 910 года. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Иваново-Вознесенский Ивичукский Иосиф совершил божественную литургию в Покровском храме нашего города. Митрополит Иосифа у храма встречал глава Формановского района Павел Колесников. Владыкой была прочитана молитва о Святой Руси в числе тех, кто сослужил митрополиту, и протеерей Владимир Козлов, настоятель прихода Покрова Божьей Матери, благочинный по Формановскому району. В основе праздника – предание о явлении Богородицы в Константинополе. На окраине города стоял Влахернский храм, в котором находились святыни Риза, то есть Покров, и пояс Божьей Матери. По легенде, в то время столица Византии находилась в окружении неприятельских войск. Люди собрались в храме на Всенощную и молились о спасении. Среди них был и Андрей Юродивый. В четыре часа ночи во время Всенощной произошло явление Пресвятой Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с нею были пророк Иоанн Притечи и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках рассказывается о том, что Богородицу увидели все молящиеся, в других, что ее видели только Андрей и его ученик Епифаний. Преклонив колено, Божья Матерь со слезами молилась за христиан, а затем сняла Покров с головы и раскинула его над всеми присутствующими. Он стал символом защиты и благословения. С утра поднялась страшная буря, сокрушившая корабли противника. В страхе враг отступил от Константинополя город остался нетронутым. В славянском календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы. Хозяйки начинали готовить жилища к зиме. В это время часто выпадал первый снег. С этим связана поговорка «Покров кроет землю то листом, то снегом». Покров ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, поэтому считался девичьим праздником. С Покрова Богородицы на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми. Также на Покров составляли прогноз погоды на предстоящую зиму. По одной из примет, если в этот день дует северный или восточный ветер, зима будет холодной, а если южный – снежной и мягкой. Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму. В этот же субботний день, 14 октября, ветер был южным, лил сильной дождь, так что по всем приметам нас ждет теплая зима и снежная. Но, как говорится, поживем – увидим.